Согласился? Ладно. Да пофиг, надо бы сказать. Меня только бесит, что я сейчас плохо спал из-за того, что забор под окнами не пойми, что делал, поэтому я, может, буду тупить, но не важно. Ширная картинка нормальна? Да-да-да, сейчас. Ну, как я могу оценить эту игру по сложности? Ну, наверное, это будет где-то, 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 скажем, на уровне, может быть, наверное, на уровне Final Mission, то есть... Черт. Ну ладно. Нет, нет, я побыстрее прошел, но все-таки да, где-то так. Так, ладно, сейчас мы разберемся в управлении сначала. Поехали. Спейсмен был. Так, я могу сейчас уже найти в общем, чтобы проверить, используются в район или нет. Да-да, если ты будешь их всех убивать, найдешь. Спейдап был, то был повораб, который усиляет тебе мощность оружия двух уровней. Так, то есть, когда ты подберешь... У меня трубокнопка не нужна, я надеюсь, да? Трубокнопка, ну, в принципе, можно без него обойтись. Ладно. Но он сам не стреляет. Хитбокс, что ли, нормальный? Я не понял. Мне показался ли хитбокс нормальный? Да, тебя ракета должна была убит, но не убила. То есть, не должна была, не знаю. В общем, да, хитбокс здесь вполне неплохой. Так, сейчас у меня еще руки немного... Плотные. Уж этот закрылся от нам, достала. Поэтому сейчас я привыкаю к этому. Ну, в общем, это одна из самых графонистых игр по меркам MSX. Какие это MSX первые, да? Второй. Нет, MSX уже второй, но все равно тут, смотри, тут и параллакция есть. Конечно, скролит часам. Да, ты можешь уже тестить. Я могу его поменять, да? Да. Под нажатием одной кнопки меняется, правильно? Да. Сейчас, секунду, руки пойду сполоснуть, что-то меня это напрягает. Эта ситуация. В общем, по меркам MSX это действительно, это чуть ли не топовый уровень, потому что тут есть, может быть, и топовый, потому что параллакс есть. Очень много цветов используется. То есть, ну, тут явно видно преимущество над NESX именно в плане количества цветов. Ну, и при этом еще, извините, не перебьюсь сейчас, то, что скроллинг меня смутил, то, что вот он хороший действительно, то есть не попиксельный, как в MSX первом идет, а ты нормальный уже. Да, тут уже скроллинг нормальный. И вообще, те, кто говорили, что вот в мастер-системе там много цветов, они эту игру не видели. Вот здесь явно видно превосходство. Так, раз-два. Да. Так. На shift не меняется. Наверное, на alt меняется. Мне нужно... Мне нужно... На alt тоже не меняется. Как-то придут, в общем, он меняется. А, вот спрэд, да, тут он, конечно, не настолько убогий, как в Nightmare, но тоже я бы не советовал обратно, но ты сможешь его сменить обратно потом. Пока не страшно. Я пока не понимаю, какую кнопку, что меняется. Но они точно меняются, ты должен найти эту кнопку. Я просто использую геймпад. И в геймпаде есть просто кнопка 1 и кнопка 2. И там все как раз меняется. Я не знаю, что за эмулятором ты пользуешься. Наверное, Blue MSX. Геймпад 1. Так, двухкнопочный джойстик. Выберите кнопку A. Space. Левый shift. Ты на... Неужели ты на это мой на клавиату проходил? Нет, нет. На X-Pader. Там одна кнопка. Так. И что это такое с option случилось? Я нажал один раз на смену. Стоп, а она у тебя turbo что ли? Да нет, вроде блин. Потому что у тебя option странно колбасит, он должен меняться ровно один раз. Да, да, потому что у меня вбит этот самый. Сейчас я все поменяю. У меня вбит же X-Pader, понимаешь, еще. Короче, option может находиться в трех положениях. Стреляет вперед, стреляет вверх или стреляет назад. Если есть два option, то, соответственно, стрельба еще идет вверх и вниз. И эта штука очень полезная. Ого то, что после смерти отбирают все поварапы, но тут их не так много. В принципе. И дают их достаточно часто. Тут нет такой ситуации, как в радиусе, что совсем тяжко жить. Без поварапов. Ну, канты бесконечные, наверное. Канты бесконечные. Так, X-Pader. Боже. Сейчас, старт один назначу себе. Канты бесконечные, хотя эта игра мне так понравилась, что я даже без смертей прошел. У меня есть прохождение. Оно на диндфага вбошено. Так, на канале. Да, говори, Сива. Я его смотрел сто лет назад, но ничего уже не помню. Что за хрень? Почему не работает то, что я только что настроил на джойстик? Ну, потом, значит, когда время будет, гляну тебя на канал Ханкол, посмотрю. Вообще, уже так-то много накопилось уже, чего надо было поглядеть. Интересно, но что-то все время никак не могу выделить. Неведомо фигня происходит, и, к сожалению, ничем помочь не могу. Поскольку я пользовался эмулятором MES. Но он тоже такой геморрой настройки. И вообще, с МСХом, да, беда. Нет, это мой хороший. И тут он вообще не геморрой. Просто вот понадобился джойстик подключить, и... Как-то непонятно, как его сделать. Ну ладно, тогда, раз такие дела, значит, что у нас работает? У нас работают. Сейчас. Что случилось вообще? Почему изображение пропало? Ладно, пофиге, я считаю, что все это дело... У меня просто изображение нет на экране, вот почему-то. Эмуль перестал. Подавать изображение, остался от статичной картинки. Что-то страшное произошло. Жесть. Ща... Ща все будет не сцити. Надо просто... Да ничего, время есть у меня, есть. Я щит просто найду кнопку, и все. Достало. У меня, в принципе, неограниченное количество времени, только в полночь надо будет на нетбук перейти, как обычно. Просто меня бесит, что кнопка где-то в жопе назначена. Вот мне просто, просто это вымораживать, серьезно. Почему надо было кнопку в какую-то жопу вешать? Так, во-первых, инструменты. Выключаем тебя. Окей. Теперь далее. Так. Куда они засунули эту сраную кнопку? Хмм... Какой-нибудь там, не знаю, NM, потому что... У меня просто бесит, уже нет опшенов еще ни хера. Чтобы проверить все, дерьмо. Кто-нибудь поставить на геймфоке, пожалуйста. Потому что их написать, это вряд ли. Мне кажется, мне проще самому сейчас запустить эту игру и сказать. Сейчас я запущу, погоди. Значит, я чуть не додумался об этом. Сделать 20 кнопки на клаве. Серег, так потом поправь изображение, еще хорошо. Так, да, да, сейчас я найду его. И вообще риск не в 3-махте. Блин, что запустил? Запускаю. Вот мне эта игра уже не нравится, серьезно. Почему во всех играх shift, alt и пробел, а здесь какая-то другая левая кнопка? Почему это так? Давай начнем с того, что ты играешь на клавиатуре, MSX поддерживает геймпад. И я не знаю, почему он у тебя не подхватился. У меня причем на строках подхватилось все, блин. А потом? Я... Честно, я не знаю, в чем дело. Ну вот смотри, я еще раз захожу. На строках контроллеров вставлю в первый день. Я сейчас сам дойду до этого места и скажу, где там находится... Да, он. Левт. Кнопка М, я так и думал. Кнопка М. М? М, да, там мягкий знак еще. М. Все подхватилось, замечательно. Все подхватилось. Так, теперь надо только наоборот это настроить. Буду зарвать, здорово. Я просто именно через место играл и там... Все, все, я джосик подключил. Есть настройка управления именно геймпадовского. Все нормально просто. Не знаю, что мы куплю тогда. Ну там вообще я не купил по-другому. Так, ладно. Значит, я сейчас работнув стрим. И тогда мы уже нормально начнем. Так, все, стрим снова пошел. Сейчас, значит, скринрегион выделю. Что такое геморрой, блин, с этим всем дерьмом? Не, а мы-то очень хорошие, это блюда МСХ, он простой, понятный. Только почему-то по умолчанию там стоит не то, что нужно. Так, у меня не совсем выделился скринрегион. Да что с тобой, мышка не так? Сейчас меня будет все бесить, реально. Мечная мышка не дает выделить скринрегион нормально. Хер с ним сойдет и так. Все, стрим идет, я надеюсь. Стрим идет, картинку видно. Испадер с одной кнопкой паузы настроен. Итак, Серега сейчас будет стримить мой давний квест, о котором я уже жалею. Уже жалеешь. Местцы. Просто найти мая в ответ будет. На самом деле, да. После этого дерьма. Анты бесконечные. В общем, есть спидап, есть и красный павороб, который тебе увеличивает мощность, если ты их подберешь 8 шлук, у тебя шкала сверху. Так, надо привыкнуть к скроллингу, точнее, не к скроллингу, к тому, как пресс наш перемещается. Да, 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 такая проблема есть. Это именно проблема, я это признаю. Так, общины могут перемещаться назад. Три позиции общинов, да? Три. Вперед, назад и вверх. Да. Так, фреймрейт. Фреймрейт неплохой, конечно, но не идеальный. Так, как так получилось, что в этот раз я уже выбил все паворобки? К этому моменту, не знаешь. Ну, убивал все волны врагов, может быть. Куда этот чувак улетел? Куда он улетел? Ну, просто взял улетел. Не успел убить его литий, но он только очки дает, по-моему, больше ничего. А его можно убить еще? Его, кстати, можно даже убить, если ты будешь стрелять ему вверх в эту красную хрень. Мне страшно его пытаться даже убивать. Он меня пугает одним с ним видом. Пули из жопы. Так, ну все-таки я скажу сразу, что самым лучшим шмапом на MSX в любом случае будет являться Олеста, потому что я его прошел все странам без потерь контов, согласитесь. Это настолько редкое явление, что для шмапа, тем более. Но, к сожалению, он ничем почти не отличается от Занака, который вышел ранее. Так вот, спред здесь не настолько скорострельный, но его можно либо отменить, взять им повара ПН, либо просто компенсировать это опционами, у которых скорострельность выше. Так, вот я уже вижу, начинается нагибание небольшое, в том плане, что он... Да, это просто надо успеть уничтожить. Ненавижу такие вещи. Так, первый басярий. Сколько уровней всего, напомню? Босемь. Уже страшно. Достали игр с большим количеством. Так, первый басярий, что он будет делать? Эти можно убить ракеты? Я бы сказал, нужно. Просто все это в последнее время я босса убивал раньше, чем он успевает вообще что-то сделать, поэтому я не помню. Он еще такой нежирный. Мне страшно просто к нему спускаться. Ну вот ему надо стрелять именно в это красное ядро. Спрэд вряд ли для него очень хорошо подходит. Ладно, босс вроде тупой. Босс вроде тупейший. Вот начинается такой уговень. Да, я тасканил весь рамсетом из XA2. И оттуда еще ровно одну игру записал. Посмотрите, потому что я и до этого знал. Я еще не можешь посмотреть, если я быстро пройду. Блин, сейчас неприятно было. О, классный узон. К сожалению, не слышу. Надо потом послушать. Да, именно эта игра в случае... Так, что это за лазер, они мне не нравятся. Да, ты просто их уничтожаешься. В случае с MSX использовала фирменный звуковой чип от Konami, которым она уже успела прославиться в Famicom'е в MSX. Она его тоже применяла. Именно в случае с этой игрой. Так, скажи мне, пожалуйста, какое-то еще есть оружие, кроме спреда? Обычно прямой лазер? Спред и, да, и стрельба вперед, и больше ничего нет. Тут все бедновато в плане поварапов. Ну что, главный манипулятор в общем есть. Так, блин, я эти пули еле заметил сейчас. Что-то, что-то синий поварап. Синий поварап это просто бомба. А если скорость? А если это скорость, блин, я уже довольно быстрый. Мне страшно, тут перемещения такие не очень плавные, на самом деле, согласен я? Да, тут перемещения не плавные, я это уже отмечал. Так вот, ты уже себе прокачал стрельбу второго уровня, это единственный поварап, который нельзя потерять после смерти. То есть, если я буду умирать, у меня уже быстро до второго уровня всегда, да? Да. Ну, скажем так, у тебя постепенно уменьшается павор, но ты его достаточно быстро пополняешь, поэтому... Так, это место мне уже не нравится. Фишка бомбы в том, что ты ее можешь не сразу использовать и сохранить на потом. Бомба есть еще, да? Ну, вот синяя штука, которую ты брал, да, это бомбы, ну, очищай, как ее использовать. Ну, ты просто жрешь кнопку выстрела, она используется. Меня затронули, замечательно. Ничего страшного. А какого года игра-то? 89-й. Очень позднее Агадрема Сексидан. Это тупая смерть была. Ничего страшного, в даже случае с кантами тебя откидывают всегда на чпоинт. Понятно, жизнь их уже бесконечная. Да. Так, ко всему привыкнуть. Блядь, я врагов еще плохо вижу. Вот этот враг, он плохо заметен был. Ты про пушки, которые? Да. Так, хитбокс, как я понял, это... Ну, крылья корабля не учитываются, то есть... Да. Само... Ну, да. Хитбокс хороший, а вот, видимо, всего не очень такая... Привыкать надо, как минимум. Но, блин, Валеста тоже такая тема была. Я Валеста вообще столько раз сдох на первых уровнях, и все равно там столько жизни дают, чтобы у меня вообще не возникла в них проблема ни в одном месте игры. Так, я могу до третьего уровня прокачать еще оружие теперь. Или нет? А, нет, тут третьего уровня нет. Просто, скажем так, можно сделать, чтобы я второе долго не истекала. Вот третьего, к сожалению, нет. Блин, это было нечестно. Этот тупой спред, похоже, что зацепился за углы этой дырки. Ладно, неважно. А мне вообще похер, если в конты бесконечности... Слушай, мне... Мне уже так приятно просто в это играть, то, чтобы бесконечности и конты, честно. Мне похер, какая-то сейчас будет разрывающая сложность. Абсолютно у нас рано. Да, и конты бесконечности. А кон... А какой кнопкой только берется? Кнопка стрельб. Подожди, то есть, чтобы континью сделать, надо F5 нажать будет. Там будет написано, континью F5. Это, ребята, подскажите... Или F1, я не помню. Но там будет на стартов 1 до стартов. Ну-ка, Влад, говори. Это реквест... Какого характера? Возможно, с реквестом было в отместку за Мишин пассивол, но я не помню. Да, пофиг какого, неважно. Это реквест как отличный шмоп на МСХ. На консоль, на которой нет игр. Там просто, если, знаешь, типа, проверь какая разрывающая игра, или, например, попробуй вот неплохую игру. Поэтому мне не интересно. Да нет, это, как я понял, это типа челлендж такой. Челлендж, но типа адекватный. Да, уроки сзади неприятный. Я вот, честно, не помню, чтобы вам Коу советовал какие-то... прям не очень хорошие игры. Да, они никогда это не делают. Онколог нормальный человек. В отличие от меня. Хотя, я честно... Когда я с этого Мишина пасил, у меня просто задолбали все эти фразы. О, типа, феу странам проверяется скилл. Ну, бать, в мега какого-нибудь мегамейд. Феу странам проверяется скилл феу страна. Так, что делать эти идиоты? Что-то страшное они делают. Так, они не дохнут, они просто выстреливают вот такие вещи, и тебе надо пробуриваться сквозь них. Неприятно, здесь бы трубокнопка не помешала. Здесь, короче, спрайт мешает, на самом деле. Да, здесь спрайт мешает еще... В общем, желательно не все... Как бы сказать, дырки постепенно там оставлять, потому что некоторые враги могут неприятно стрельнуть. И лучше, чтобы пульки попали. А спрайт-ТВ, да? Да. Враги воспользовались созданной тобой дыркой. Братская хрень. Так, еще раз. Что ты сейчас сказал по поводу этих врагов? Я говорю по поводу того, что тебе образуют стены. Лучше их сразу не пробуривать, поскольку там... Враги могут пустить пульку, которая попадет в дырку созданной тобой. Не так удобно маневрировать. А как бомбу накапливать с выстрелом, да? Выпускать бомбу и выстрелом, да? Да. Сибербомба, не стреляю. Я могу дать один совет. Ну, здесь нет бомбу, но ведь на этих врагов. Да, ее можно сохранить даже не только на врагов. Есть даже одна такая имбовая тактика, которая, кстати, пользовалась на моем нелюбимом боссе. Меня раздражает пока это место. Да, оно меня вымораживает. Меня вообще раздражает любой вид врагов, которые не убиваются. Серьезно, я просто не переношу врагов, которые не убиваются. Наверное, это... А тех, которые сруто такой... Что это такое вообще? Ну, ш... Это, наверное, любимая Канамовская фишка. Подстраивать такие места, где нужно пробиваться. Да, чуть ниже надо было спуститься. Так просто я долбил кнопку, я не понял, почему... Почему в предыдущей штуке сдохли, а это нет. Все, вот серьезно, почему? Не понятно. Ладно, насрать вообще. Ну, она же не спорю. Машутизация раздражается. Да нет, просто как-то нелепо сейчас было. Я лечу в одном ряду, уничтожаю все эти штуки. Все уничтожились, а... Так. Скажем так, в эту игру мне было врага. Кто меня убил? Я пытаюсь сейчас понять это. Нет, я не понял, извините. Это я не понял. Это очень странная смех была. Видимо, видимо, одна часть кода посчитала, что пушка уже выпустила врага. Ладно, мне... Да. О-о-о. Так, я могу этого убить. Так, теперь, когда я выстрелю, у меня выпустится бомба, да? Да. Бл***, я не ту кнопку нажал, идиот. А бомба мгновенно действует, нет? Нет, бомба действует немгновенно, через секунду. Так, а как же мне пронесить через тех чуваков? Видимо, никак. Скорее всего, не как-то. Я этим не заморачивался. Ясно. А к чему это просто советовал? Есть одно место. Ну, я бы и так это догадался, если бы узнал, что бомба может тащить с собой. Если бы я играл без подсказок, я бы не догадался, что бомба используется, кнопка выстрела. Да, это не очевидно. Зачем это, теперь-то я уже знаю, просто только ты стримал еще часть канамевских игр. Так. Блин, нет, 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 это оружие здесь просто говно. Просто откровенное говно. Кстати, насколько мне нравятся канамевские платформеры, настолько же мне не нравятся их нестроллеры. Бл***, это место просто говно. Вот реально, это такое говнище. Я надеюсь, его больше не будет такого. Нет, не будет. После того, как ты его пройдешь, будешь чекпоинт. Бл***, почему мне надо долбить по кнопке с невероятной скоростью, чтобы вообще просто продолбить я в пути? Потому что я сейчас не сдох, это полночистая случайность. Нет, хитбокс такой, что ты можешь пролететь. Ну, скажем так, ты одновременно находишься... Все, чего? Ты не можешь одновременно находиться в двух блоках. Надеюсь, ты меня понял. Ну, я понял примерно, что вам кола нет в виду. То есть, если ты... Ты всегда находишься на уровне хотя бы одного блока, но между ними ты не можешь находиться как бы. Ладно, я хоть чекпоинт пройден, что... Не то, что между ними, а именно одновременно на двух блоках, чтобы тебя обязательно убил верхний или нижний, такого быть не может. Я вот это имел в виду просто, когда не очень хорошо сформулировал мысль. Что это было за существо вообще такое? Вот это, которое там просыпалось тогда, но мне не понравилось. Так, что это такое? Ну, вот чекпоинт ты уже прошел. Да, я уже рад. Мне это место просто отвратительным показалось. Так, а сейчас я, по-моему, куда-то туда залетел. И вот эту хрень можно убить. Да, можно и не убивать. Блин, эти враги мне напоминают рядовых врагов в Ганнате на Эксперте. Выпускаешь тонну пуль, а он живет и убивает дальше. Нет, честно, по сравнению с Найтмэя, этот спред просто хороший, честно. Ооо, 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 оооо. Нихана себе не будет хел. Нихана себе штаново всех завесли. Те надо стрелять в желтую хрень, и ты сможешь ее разглядеть. А, как... Внизу. она проявляет всегда то сверху снизу кто посередине так но стоит отметить что пульки вроде нормально видно до этого перемещение способы внешне же не 60 точек вот не 60 фпс тут по моему 20 так что на кстати что это за такое что то форма что это внизу такое руб макароны пишет речь это даже не вторая форма это просто молоко полбоса макаронник никакой макароны монстр в основе в третий так дегенератор из градуса тот уровень из градусов или издали мне уже страшно мне уже страшно стало честно мне вот эта платформа уже и уже не нравится честно омкала ты же ведь омкал ты не проходила вархаризон нет как кстати правильно не считается так омкал или омкал то ты на все отвлекаешься я никогда об этом не задумывался это вообще было гильдера почта так мне это змея не понравилось она напомнила мне р-тайп есть такой о это пуля была отвратительна так вообще этот уровень мне пока не очень нравится вот этим не пойми чем да тут тут маршрутизации он вообще р-тайпу р-тайпом отдает исчезна блять я не в ту сторону начал стрелять не по не по этому не причинам запутался в кнопках нет просто я не понял почему общем 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 видимо в стене застрял и перестал стрелять бразь такая ладно насрать не ну в принципе тут не такая жопная маршрутизация как в том же нейтмаре ну пока да в нейтмаре я два дня дрочил последние два уровня каждый из них и все равно увидели что там за хрень происходит ну да тут хоть нет такого так сейчас нужно вправо пиксель так сейчас нужно подождать да 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 убить врага исключительно вот в этом пикселе ну это уже это уже не напоминает и кори вориер на их мария по сложнее макамура ценю на их мы потому что я и я не знаю чем это играл ну . я знаю зачем я тут играл но нормально замечательно не думаю я что что форш раз я вот так быстро не мог насрать кстати про ворхорайзен я вспомнил потому что раз у нас тут скроллеры то мне вот просто тот скроллер очень понравился поэтому я бы советовал поиграть в него любому кто любит или не любит этот жанр так нет я не хочу я могу тут внутри пролететь я кстати этого никогда не пробовал да бывает иногда что что-то новенькое узнаешь так бомба запилена полом чисто для красоты кстати я совершенно недавно узнал что человек и джимми на сеге я был последнего босса можно уничтожить стреляя из автомата я всегда один раз хлыстом использовал даже не задумывался о том что можно как-то иначе чем я не я не знаю просто рассказывать тебе или нет но она расскажет все таки про одно убогое место вот это мне она уже не нравится не другое она там есть сверху боги босс блять ну такая смерть за что за смерть сейчас была зацепила обидно обидно бы лучших поинт почти может на самом деле и будет ладно плевать мой корабль по дефолту не дерьмо мне этого хватает уже просто вы не представьте какая отвратительная игра сессии не странно на письме то есть как бы эти маршруты мяч сообщение не выбешивать ни капли после той игры как удачно что ты в эту засел после той игры уже раньше бы они тебя выбесили но сейчас так как ты уже поиграл в троешь тебе есть чем сравнивать блин дурацкое место мне не нравится чехоль гирич при появился привет привет гирича я еще туплю с переключением ну конечно да но ботхертное но мне понравилось что вот разнообразие такое имеется мне не нравится то что тут имеется по врагу который блять плохо вот у сены дерьмовый дерьмовый хитбокс все равно я не понимаю почему я сдох тогда йогир икс кстати а сколько в игре уровней восемь мне кажется сейчас и сливая больше чем должен был сли я должен был тогда пройти на самом деле это место кофиг мне просто не нравится это место потому что там куча мелкого дерьма вылетает со всех сторон понятно понятно и ограниченное пространство маневров для маневров и еще видимо нос у меня таки хитбокс я думал что у меня хитбокс не нос я еще туплю с переключением что-то дебилы стрелять умеют у меня это раздражает я лично я в такие игры точно наверно никогда не буду играть ну там где русские пространства не знаю в эту бой я сыграл с удовольствием так куда куда почему у меня вообще стрелять перестали я этого не понимаю что за фигня я не сжал кнопку они вперед себя похоже начали стрелять почему-то второй раз уже такая тема я вот не заметил оба рада чтобы я жал кнопку честно сейчас у меня первый раз уже это выписало потому что непонятно какая-то хрень я видимо другим маршрутом проходил потому что я не помню такого да пофиг мне вот когда замкнутые пространства я как-то внезапно дергаюсь и не знаю это правда когда мало места для маневра я обязательно могу во что то врезаться на самом деле со всего мсх меня сейчас больше всего раздражает необходимость проходить металгеры потому что там придется в карту смотреть ммм ну я бы я как металгер на денди проходил в детстве а кстати гориша ты не скажешь как там английский патч поставить на металгере это надо поискать по идее вообще скачивайте по английский ромес не ошибаюсь крайне мере точно 1 английский есть насчет 2 не знаю надо глянуть я посмотрю у себя на нетбуке если что скину сегодня и завтра в skype хорошо кстати ребята кто-то металл гир на нас проходил без подсказок не я начинался максы самосык своего металл гера потом когда запустил на носе там музыка конечно хорошая но блин в целом мне после msx не не захотелось с него играть вообще не так а я где-то а я где-то полгода одну загадку только решал в этом это лгере там когда ты берешь две карточки там как бы по сюжет ты доходишь в одно место и тебя типа должны взять в плен когда ты заходишь в определенный грузовик и доходишь до окошка соответственно до такого догадаться я просто не смог я заходил грузовик ничего там нет он что там делать и дальше ходил а просто как-то один раз спустя полгода я решил заглянуть не знаю почему я таки дошел дохожу до окошко и как я удивляюсь когда да тут опасно вставать сюжет нам азарт в общем я просто не понимаю как можно было придумать такую дурацкую загадку всякие решать все квесты во времени вот вроде то сквозь стену летают а твои патроны нет поэтому да место его надо знать там по можно к левому краю прижаться мне так показалось пока мне только что ладно плевать вот поиграем нам и сексе второй металл гир и ты поймешь что в первом металл гирище нормальные загадки то я я полгода и решал как его тоже нормальный не надо было в снайсер ваще играть само начало там все загадки нормальные как пароль она могут не сработать вот она на си которых вторая часть да будет когда нибудь вторая часть на данной скале не сложно сделать такой манер который сейчас захотел сделать с учетом скролинга да вторая часть появился вроде какой-то элемент платформинга там вообще вид сбоку появился в некоторых местах надо проходить платформинга там просто там скорее сбоку просто не когда там прыгать нужно по каким-то летающим платформам там не нужно прыгать там переходить а переходить куда по форме гонка потому что можно звать платформа так что я хочу писать не потому что он не бесит а потому что я я уже дольше времени чем должен ну да ты уже дурацкий уровень будет держаться да как всегда во фон со второй или третьей пытки почти прошел а потом все потому что потом начал киппу и дурацкий ненужные маршруты приду да у тебя такое было уже только с другой игрой так вот 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 опять здесь здесь глюк здесь глюк все абсолютно точно здесь глюк общем когда они прижаты к стенке они стреляют в тех даже если застреляют я так подозреваю что нужно это вновь окей окей уговорил попал но я просто я вспоминаю я недавно пересматриваю с примешенным пасы был все-таки я бы не и я бы сам наверно все-таки никогда не догадался бы что если стрелять с определенной именно с определенной частотой пули то они будут выстреливаться чаще чем если будешь долбить к пальцем кнопку а там что нужно где-то я бы не стопить нет я бы не сказал что обычно нет не скажу а там есть место где нужно как-то определенно стрелять моему нету есть там есть такое я тоже где там есть рука я эту руку не мог убить потому что я очень часто нажимал на кнопку выспел а когда я начал именно заданной частотой то она нормально убивать так теперь теперь а рука последнему рану да на последнем уровне но я обычно не стреляла поля мой моих предыдущих смертей из-за кривых општов я теперь смело вы что тут кривое говно присутствует в принципе но тут мишином паспорт считаю присутствует кривое говно со бой мишином паспорт кривое говно много где присутствует и вообще эти пас третий пас первое кривое говно второе кривое говно находится последнем уровне я там много где я эту игру вообще тут полтора года не хотел проходить серьезно на меня раздражало мне очень радует я все странно дошел до последнего не вы понимаете а потом когда увидел в последний уровень я просто выключил игру это же так нравится загнулки в этой игре такие интересные и сут этим вот стелсом и скроллер там причем разные на яхте там вообще можно такое вытворять было целая комбо по по стенам крышам меня раздражает это место теперь пока я не не полечу снова правильно траектор я буду умирать но блин то что они в конце сделали с этими огнеметчиками это какой-то вообще ахтунг вот эти два скроллера участка дебильных да 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 меня бесит почему почему нужно проходить два раза одного вполне хватит меня бесит нет ни самого места то что там пауэрапы рандомно рандомно исчезают ты знаешь что да да это вообще как это можно запрограммировать такое почему да я тоже пересматриваю этот момент что ты еще там орал что у брикмана всегда появлялись еще что-то у меня никогда я помню когда и как как я радовалась там когда они наконец появились на у меня там был только один полудов эпекс наш это ты на первом кругу или на втором я уже не помню все это порог если ты идеально стать пиксели общего пикоса когда посередине м сервера пропал пить его с левой стороны когда он будет справа там вылетают ближайшие дебилы да по уме я вот если я по моему это место ходил да и так и так может поставили я пока когда пошел уже тупейшая смерть была да щас конечно мне непривычно управлять персонажем который неплавно двигается зато после этого как будет приятно управлять персонажем который двигается плавно в ободоксе персонаж так плавно двигается когда без апгрейда но какое подлое место ладно буду сто процентов слева это проходил я вот чё разложить почему когда я играл в первом месте я взял как-то прошел а за следующие 10 попыток я не могу его пройти вот 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 это меня просто раздражает вот это просто меня вы вымораживает скорость не брать и что-то потом будет сквозь бил верно тот резкий случай когда дефолтная скорость лучше чем апгрейд все происходит место с того как происходит сразу же вы уже начинает убежать без что что кучу раздох не по своей вине а подальше ну да надо было всего лишь тут полететь бывает ну не врежься только без бомба настолько упорная мне кажется я и тогда сдох из того что игра чуть раньше расходилась чем должна была вот чего честно чья я не двигался никуда в сторону тогда плевать говорил через плечо надеюсь да и ваще разработчику кнэйтмэ жизнь далее амколь прикидываешь ну я тебе могу сказать такую вещь сейчас момент это полагается за очки и удали до зачки значит стандартно 50 тысячков потом за 100 скорее всего стандартно амколин здесь тут нет никакого стендинга нету нету вообще когда прошел эту игру у меня было четырнадцать жизней что-то мне эта цифра напоминает да все таки соврал еще раз это место но после него будет по моему босс не ну тут оно такое всего две эти штуки да я там тупил я не знаю так бы серий он опять таки прикольно выглядит но он наверняка будет наезжать на меня сука не он решил выстрелить а болин я забыл про эту атаку причем эти лазеры максимально ебищные лазеры на в некое таких хуевых лазерах не видел с таким-то фрейм рейтом их было очень легко заметить в принципе возможность прокачаться есть и весьма хорошие и чекпоинтах в чем он кал говорил уже возможно сейчас есть только мне в общем просто без одного община корабль бесполезное дерьмо так здесь по всей видимости лучше спать не брать ладно посмотрим так в общем тебе дано находиться посередине всегда он еще метро не будет наверняка по крайней мере так кажется сняться ранит он тебя не будет он будет стрелять в тебя кучи пузырьков которые надо успеть уничтожить для меня есть лазер и хочет плохо видно все еще подлагивает пиздец можно сдохнуть из того что ты блять еще скроли ой как подло то ой как подло что оружие слабое другим оружием я бы уже убил я еще при этом то что первого уровня сейчас оружие из-за этого он долго вывалится ну сейчас будет подлейший уровень и готовься будет речь я думаю в общем да там будет ряд таких стеночек которые закрываются тебе надо на них реагировать стараться вообще скорее всего лучше просто запомнить пока мне мешает просто убивать врагов потому что это порыва оружие что такое слабое кстати спрашивают до конца игры далеко но вот вторая пойму игры щас идет она закрывается на и открывается конце да она же открывается в конце всегда да она открывается в конце правда есть одна дверь к который открывается в конце но тебе надо находиться снизу ности не успел там скорости не хватает там просто будет ряд таких двери штука 10-15 потом чикпоин не хватает сраной скорости пиздец вот что блять еще быть не хватает и к этой скорости блять ее даже не взять может не надо здесь в конец они повторно не будут открываться будут конечно сука максимально подлое дерьмо блин меня бесит что тут такой скролинг что пауэрапа не взять типа быстрый скролинг кстати валеста был смешной момент если кто за на к видел помню что там бывают моменты где игра типа разгоняется до очень быстро скролинга так вот валеста короче игра попыталась было разогнаться просто тут было видно как игра попыталась разогнаться до очень быстро скролинга и не смогла так смешно было так это хрен мне уже не нравится ну поздравляю чикпоинт это легкий болт ну теперь да надо привыкнуть к этим врагам будет сразу предупреждая будет максимально подлый босс максимально убогий я его ненавижу терпеть не могу но есть на него один прием мне покрыть враги раздражают могу сразу раскрыть могу потом умрите умрите говно молко лучше потом он кого прямо как но просто я знаю с пола на он базар вот я и думаю когда могу вам раскрыть карты прямо сейчас могу позже он скорее успел попытки даун это успел попытки у него ну будет так валит пока ёбаный насос нет только не паук сейчас он будет стрелять во все стороны очень подлан и летать во все стороны падаешь у босс мне он не нравится больше всего самый сложный зато уже не паук на письме что примутим падешь на перемещающийся я помню видел какую-то игру на сегу там где внутри босса катался шарик он тоже перемещался и нужно было кроме того что перемещаться попадать оружием так чтобы оно но вот этот катающийся по боссу шарик внутри босса шарик попало он там катался по каким-то лабиринтам и нужно было еще во входы попадать то есть когда ты попадаешь во вход вовсе не обязательно что ты попадешь в шарик умри говно удивил ты меня удивил сперва попытки со важнейшего босса завалить короче завчим это к слову ложка да я понял просто спереди от него и стрелять этим прямым оружием нет я до него бомбу дотаскивал он с бомбой убивается моментально но это опять таки к слову разного спрятать и сложности разными людьми просто потому что всем все по разному дается кстати от нормальны что он там под тормозит к начинаю стрелять пультами да да нормально ну учитывая то что тут такой диагональный скроллинг или учитывая что у мсx именно процессор не менялся самой первой модели то есть графон то наворачивали процесса кто-то оставался как это место мне уже не нравится эти штуки уничтожать нитки жены что а помочь вам бомба сколько у босса отнимает процент почти все да там ему остается быстро в три штуки и все в гости заморочился это кстати забавно выглядит стреляешь бомбу у него сразу 10 ног отметать и через две секунды становится желтым да потому что меня этот босс бессил я на нем всегда дох поэтому мне хотелось что-то с ним придумать короче я на нем очень часто но честно да и яуди ты меня сейчас удивил не знаю там просто загнать его правый край и спереди удалить как следует вот этим оружием но у меня этими выстрелами которые он меня ими троллил выстрелами он же стреляет во все стороны стараться его врача суме но не получается вроде как-то типа с интервалами стреляет я я понимаю что с интервал я эту пулю нахуй не увидел просто вообще вот этот враг я больше чем тут вас выбесил его можно убить снизу вообще нельзя сука тупой враг еще не понятно можно ли его убить мяч 6 уровень уже да да или 5 или 6 6 6 стоит ну да вот такая вещь и разный скилл кого чтоб лучше получается непонятно после хотим составить объективный топ сложности и не пересраться в это время говно может быть я и сам его у этого босса убил бы нормально но это было я эту игру проходил год назад и год назад у меня все-таки был я думал поменьше ски учим сейчас разумеется так у меня вот этот уровень раздражает куда намет вот что-то вылетают не поймёт куда эти враги ёбаная пуля в пули очень херовидный за фреймрейта прикольно как ты ее спрозаметить получи чутье последний пролет и босс сейчас будет страшно слышать слово последний пролет ё-моё числе сейчас еще откуда нибудь из жопы говно как-нибудь вылезет а босс такой что тебе надо будет сейчас находиться сверху кстати что босс вылезет снизу снизу значит выйдет босс сейчас такая голова на весь экрана ну не совсем голова он мог бы не подсказать на самом деле убивается ему надо тоже стрелять в красный это хрен нет он нет ну и вред приколист написал ты жопы вылезет говно есть все варианты что сейчас будет сейчас нет сейчас он просто опять будет вот штуку вытаскивать порой он может своими щупальцами зажать да понимаю а чтоб щупальца медленнее двигались я создаю больше коллизий чтобы игра тормозила и рассчитан на то что что ж 7 уровень молодец ну да в принципе это не сложно было но правда чтобы его еще быстрее убить а слева встав о это маршрутный уровень это маршрутный уровень сразу разговор у что там будут мега толстые в дагина уровника а вот такие враги буду потом будут очень то оста враги на уровне и гана костяное я чисто проверю на уровне канака я не ослышался на уровне гана канаэксперты толстых воде блять и вот здесь начинается тут из двух сторон не очень приятная вот да вот эти таракан не только кан-ка� на то бега еще не очень тоже было ладно я проверяю значит вовремя осталось да да надо было не убивать махер вообще под номин постов договорит меня на проект к этим дегенератом босс правда остаются три потому что после восьмого еще будет самый финальный босс сразу конечно надо было влететь в дырку от босса от врага так настолько сложен что я хочу называть его боссом кстати мы тут говорили про то что стену нравятся игры в которых можно пройти на но дэмэдж вот ниндзя гайден шейдоу можно пройти на но дэмэдж вот это самая легкая игра в серии они меня бесят ведется вырабатывать маршрут я к сожалению его не помню хотя бы это то что ты его помнил бы это значит я представляю как его можно объяснить лети туда в января оправа но он выпустил и все равно сдавал да бомба дурацкая бомба чисто по-моему запилена чтобы существовать в этой игре хотя убить 5 и убить 5 вопросов да только нашел применение бомби ой какой я медленный пиздец по моему я умедлился после конта цветным окажется хоть даже сейчас тут есть такой с физикой из-за чего я вот так вот умираю видимо я беру скорости заранее что ты прочитаешь вперед неинтересно обгонит ли меня все-таки серёга по всю страну тегу я юфер сканю два стоя на часа я сколько уже в стране ты час но при этом ты близко к концу игры я могу наступить на любом уровне плюс как мы уже глупо сравнивать вспомни сколько ты проходил чем шоу ну да то еще можно тут еще стоит учесть что я тебе немного подсказывал конечно это совсем быть незначительные подсказки да но это настроение может зависеть ладно я так понял он кого появилась некая привычка после про стран челленджа сравнивать так быстрее адаптироваться к игре сколько тут чекпоинт тут не чекпоинту будет босс не будь чекпоинта уровень коротким уровень как один чекпоинт но сейчас уже почти босс будет босс кстати очень неприятно и я буду даже ты наверно даже поймешь кого он напоминает ладно колит разве маршрут все это просто 0 маршрутизации вообще ну вообще 0 это паук соли у меня не будет подлых атак но он будет в тебя стрелять и кучи шайков и саламандра не настолько быстрых как в аркадном стал мандаре но их будет много можно разрушать узнал да я знаю что их может стоп а чё у тебя их так мало у меня их десятками выстреливал чё у тебя их так мало я у меня есть подсказочка ранкинг чё у тебя их так мало у тебя ж было 14 жизни нет реально чё у тебя их так мало может я просто много колизиса сдаю слушайте народа вы давайте я кину ссылку на свое видео и вы посмотрите как этот пост у меня выглядит ну а там еще будет маршрутах фигурение пока кину ссылку на то как босс выглядит у меня стоя на тренировках тебя как он выглядел на 3 ты тренировался с большим количеством жизней или на стране стран есть да нет я нет по моему я до него доносил просто много прокачки вот посмотрите народ как выглядит этот боссумение то что это такое м собака после речка да последний процент в чем не так это будет у меня выглядит нефига это в самом начале его по такой сразу с вами такой паттан剛офеева так но насколько я сидел когда увидел это у root cause спона менял вот так выглядит а вот тебя вот так которым откуда качал смоленда были я уже не помню откуда его качу на надо причем поскольку я дошел до него со спредом случайного взял и этого босса минуту валил тут есть хотя бы чекпоин посередине этот уровень тоже короткий как тот тоже нет чекпоинта тоже нет чекпоинтов если кто-то как-то не уютно сука меня вымораживает эта хрень еще скорость не дают ты старайся ты старайся прятаться за метеориты да я без твоей подсказки никогда бы не догадался честно вроде очевидно нет кому-то очевидно а кто-то тупит а кто-то а кто-то видит а кто-то видит кнопку стрелять и стреляет и больше как бы ничего не делать серьезно если вы мне не подсказали я бы до этого мог вообще не допереть я я бы заметил что метеориты типа меня прикрывают я сначала подумал что ты так ладно ну тут снизу летал порывая смерть они вылетели просто так ну досмотрели как у меня тут долгий босс был или уже за когда уже посмотрел на он какой-то себя в общем сильно отличие ранкинг все дела да ты тестил эту игру на тему ранкинга нет не тестил вот у меня было такое ощущение что в кнайт мари ранкинг влияет только на хп боссов честно у меня было такое ощущение что если доносишь до босса хорошее оружие то босс будет естественно более жирный чем если ночью дерьмовое оружие и все и как бы это единственное что там рамка делал возможно тут тоже на боскоп влияет и знает но по крайней мере вот в голд версии там по-моему они все жирные даже жирнее чем обычных версий зачем это нужно делать в игре вот зачем почему вы специально не даете мне скорость кстати амполь у меня уменьшают оружие ты видишь что да да я вижу это блин я проходил ты вообще не знаю да слушай ты седьмого босса с дохом оружием как быстро убил а я с прокачиваю дошел до седьмого хоть и спрят какая у меня была прокачка этого оружия на момент пошла просто чуть чуть больше чем сейчас да ну да ну точно я взял у тебя либо первый уголь либо второй тут нету промежуточной тюрьме вымораживает приобретет запоминать где будешь маршрут здесь маршрут как бы не отмечать сука еще не хватает них и на скорости что все это ворочек и опять же когда я пролетел лучше всего в самый первый раз ну новичкам везет какое дерьмо этот уровень говно я раздражает этот уровень честно неадекватный хреновый уровень мне он мне нравится но он по крайней последней вот смотрите мне надо мне надо ждать когда мне выпадет скорость отличный уровень да сейчас мне скорость выпала и тип у меня есть шанс уворачиваться от всякого говна хоть какой-то еще желательно взять так вверх вниз вверх верх верх не сверх-верх-верх-вниз даже прям вверх-вверх не сверх бля чуть-чуть это будет последний лазер потом босс уже что ли совсем скоро да сегодня долго коротко я же думал что столько вверх давайте лазеры давайте покажите мне вниз вверх Верно! Блядь, вот этот враг, он меня выбесил. Он, блядь, прилетел в край окрас и не дал себя ухудреть. Frack, с искусственным интеллектом. Решил вдруг проявить инициативу Тут за存20 оружие неудобно играть. Да, тут вообще без класс неудобно играть, я б сказал. Верь! Блдь. Сука, убивайся. Просто сравнивать. Верх. Сейчас будет еще один вверх. Потом низ. Потом вверх и быстрый низ. И быстрый низ. Потом. Середина, видимо. Нет, вверх. Два верха. Да, еще и нижний. Ёб твою! Ёб твою. Ладно, тут. Ладно, счет предпоследнего я соврал, я, видимо, пора помню его. Пофиг. Предпоследний, кто надо запоминать. Предпоследний босс, да? Предпоследний босс. Но последний будет сразу после и на нем чекпоин. Он стреляет лазером, огромным, гигантский, я не помню когда. На весь экран. Вроде бы анимацию. Не на весь экран, вот у него вот эта крутящаяся хрень. Пытож вспомнил, когда. Ёбаный насос. А, у него анимация идет. Такая, на пределе. Если метеорит затролли, то можешь не повезти. Так, метеорит, эти охуевшие какие-то. Что-то у них скорость какая-то. Вот тут что-то ранкек у тебя не работает. Тут их босс ведет у тебя так же, как у меня. Блядь, вот метеорит затроллил. Ну что за фигня? И сначала у меня, да? Да. Насрать. Ладно, а он жирный вообще-то босс. По-моему, не особо. То есть я мог почти его убить, да? Ну я его с правдом убивал, но у меня... Да. Быстро вздох. Так. Блядь, у меня еще оружие сейчас совсем хуёлое будет. Поехали вверх. Нееее. Что ты сейчас собираешься проходить? Мм? Гриша, что ты сейчас собираешься проходить? Я сейчас. Ааа, в ближайшее время? Ну если на стриме, то не знаю. Если так, то надо с Акабану СНСовского записать в Прохо. Ужас какой. Это Гриша, я говорю, что он вроде бы интересный. Ну такой. Какой у СНСовского? Да, с этот, PowerSoft, по-бам. Это Сеховский, 150 одинаковых у новых уровней. Нет, тут она другая. А тут она не так сильно уныла. Классический Сакабан. А так, я честно не знаю. Если завтра время будет, то могу постримить одно кривое говно, которое Серега хотел как-то на субботнем стриме проходить. Какое? Ну у тебя тогда эмулятор не потянул стрим. На турбографиксе. А, аааа. Так, говно. Умираешь. Блять, эти метеориты неадекватные. Здесь они неадекватные просто. Ну да, и скорость корабля у меня неадекватная сейчас. А сейчас их меньше, заметили все. О, босс убит, да? Я могу сквозь него лететь? А он тебя сам засесет. Сейчас будет последний уровень, который длится 10 секунд. И босс. Считаем, раз. Они Машку, они Машку запилили. О, хмозон какой. Босс в телеградиусах, я так понимаю, будет. Нет, он все-таки может что-то из себя. Да, действительно 10 вставляет. Что-то не хочет мне. Блять, я даже не смотришь. Максимально подло атака. Он выкинул пузыри сзади. И в этот же момент мы выстрелом быстрым красным пузырем спереди. Максимально подло сделано. Да, ну ты видел все атаки босса, теперь действуй. А, какая-то хрень еще и убивается, этот красный пузырь. Мне надо было всего на все стрелять. Он жирный? О, так еще капельки убивают сами пузыри. Насчет жирноты, ну не знаю, на на секунд. Все, босс сдох. Игра пройдена? Как ты его так быстро убил? Он у меня дольше дох, минуту. Дефолт. Великая сила дефолта. Слушай, я... Я тебе, значит, хочу сказать... Значит, сейчас. Говори. Сейчас я проверю. Я скачал ром, который, ну, обычный. Спейсмен, Боу, Канами, Джей, МСХ2. Посмотри, как у тебя он называется. Ну, МСХ2, в смысле. Ну, тоже, спейсмен был 19089, Канами и Джей. МСХ2, да? На ММЛОНДЕ еще, по-моему, какой-то А1 была. Нет, тут просто... А, ну, Джей... Нет, у меня с расширением ром, я не помню почему. Наверное, потому что эмулятор не видел. Я его переименовал. Да, скажи, что у тебя ран как-то сработал, но у меня он дольше дох. Либо ранг, либо спред действительно очень слабое оружие здесь. Я его не спредом валил, я его валю общенами. Потому что... Спред, он один на экране, может быть общеные, у них две пульки на экране. И центральное оружие, три пульки на экране. Ну что, вот такая замечательная игра. Как видите, больше свой отупил на третьем уровне, да? Да, третий. В один чекпоинт там. Кошелый был за час 15 минут. Тру концовки точно никакой нет, да? Нет, нет. Раза четыре переспросил. Просто я помню. Супер пазл файтер, два труба. Пуё-пуё. Где как бы тоже говорилось, что не было, а оказалось, что есть. Я тебя честно там не хотел обмануть. Ну я понял, ну ты тут сравнивал, да, всё? Да, ну просто он не гуглит. А по своим прохам. А, ну я с твоей прохой сравню тогда сейчас. Ну потом. А, не, кстати, знаешь, что даже А1 нет у этой игры. В этой игре просто один ром. Поэтому тут, видимо, только рампинг. Сполан, тебя на Твиче с поздравлением. За прохождение. Омкал, воспользуюсь тем, что можно в голос просить. Ты как относишься к реквестам по игре или именно даун? Не надо эти реквесты принимать. Влад почему-то думает, что... Влад хочет убедиться в том, что читер набит 16 читер. Хотя в чём там убеждаться? Не хочет заставить тебя в это играть. Не, заставлять не собирались. Просто я помню, кто-то на Краке мне тоже реквестировал. Элемент даун это то, что я тогда на Изи или на Нормале всё странил. Да, с большим трудом. Я видел. Но там не то, чтобы с большим трудом совсем уж, но с трудом. Я всё равно понял, что это за игра, но у меня на неё банально времени не будет. У меня сейчас задача записать кучу таких более лёгких прохождений, поскольку у меня есть время именно на лёгкие прохождения. Вот, как видели, Соника второго записал. Буду записывать что-то в этом роде. Вот эта хрень, которую мы уничтожили. Не, на Вага-музея никаких отличий не написано. Ну вот, и бустер летает в космосе. Ну, можешь высказать свою оценку. Ну, 10-10. Для МФСХ это так вообще. Если, конечно, фреймрейт и... Ну, так рифс-общен у меня выбесило. Ну, хер с ним. Сейчас я так подозреваю, что после Серёжи ещё кто-то собирается... Я ещё не собираюсь уходить во всех, во всех, во-первых. У меня ещё есть одна игра, которая может быть устранить на МФСХ. А, понятно, просто... Ну, давай, я могу остаться в комментах, если что. Так, ну всё, значит, игра пройдена, замечательно. Сейчас я стрим остановлю, чтобы выложить это. И вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok